В прямом эфире Краевого телеканала СВОЁТВ обозрение. Здравствуйте. Информационная война против России набирает обороты. Еще на прошлой неделе главная движущая сила этой лживой пропаганды против русского народа, так называемый объединенный запахт во главе с Соединенными Штатами, казалось, достиг границы дозволенного, выпустив в эфир украинских телеканалов заявление псевдожурналистов о том, что необходимо резать русских детей и начать ядерную бомбардировку России. Накануне вышло новое, сравнимое, наверное, со зверством нацистов во время Великой Отечественной заявление украинского врача главы мобильного госпиталя Геннадия Друзенко. Я говорил, что как только человек поранен, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не люди. И поверьте, все врачи, которые всю жизнь спасали пациентов, русские будут умирать, умирать в большом количестве. Те, кто уйдет, будут вспоминать кошмар украинской земли, как немцы вспоминали Сталинград. Это невозможно понять и принять, как человек, избравший самую гуманную профессию врача, может говорить такое. И как после сказанного он может называть себя врачом. Интересно, что этот недоврач уже включил, что называется, заднюю. Сказал, что это были эмоции, никто никого кастрировать не собирается. Поздно, господин Друзенко. Готовьтесь к ремейку великолепного века в роли главного евнуха. И в продолжение темы о вреде сумасшедших украинских нацистов. Заммэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что тех кадыровцев, которых убьют на территории Днепропетровской области, похоронят в свиных шкурах. Для нас, жителей многонационального и многоконфессионального Ставрополя, такие высказывания категорически неприемлемы. И эти факты и заявления украинских журналистов, врачей и политиков говорят лишь об одном. Уничтожение русского народа планировалось планомерно и достаточно давно. И промедление со спецоперацией с ответом на эти вызовы могли бы стоить нам нашей страны и нашего будущего. А будущее у России, несомненно, есть. Кроме того, есть желание подавляющего большинства жителей нашей страны, наконец, получить независимость от западных ценностей, товаров и услуг. Конечно, для того, чтобы отказаться от импорта и производить собственные автомобили, одежду, косметику, станки и многое другое, придется серьезно и много работать. Но вспомните историю. Индустриализация в СССР позволила в достаточно короткий срок серьезно и качественно нарастить промышленный потенциал нашей страны. Примерно такой же курс будет взят и сегодня. Это главная тема нашего выпуска. К ней мы традиционно вернемся чуть позже, а сейчас федеральная повестка сегодняшнего дня. Определенные трудности в стране с повседневными товарами все же есть. Покупатели по всей России массово жалуются на нехватку офисной бумаги в магазинах. Подписчики делятся кадрами с маркетплейсов, где цены выросли в среднем в четыре раза. Уверен, что это преодолимо. И фраза Людмилы Прокофьевны Калугиной из фильма «Служебный роман» о том, что наша бумажная промышленность работает хорошо, скоро снова станет явью. Минпросвещение России уже поспешило размечать слухи о переносе из-за нехватки бумаги ОГЭ и ЕГЭ. В ведомстве заявили, что это проблема нескольких регионов. Она там есть, но она незначительна. И в самое ближайшее время будет решена. Экзамены пройдут вовремя. Более чем странно прозвучала новость о том, что в магазинах и аптеках резко выросли продажи презервативов. Их, как и другие преимущественно импортируемые средства личной гигиены и памперсы, скупают в ожидании дальнейшего роста цен. С определенной точки зрения это, наверное, неплохо, учитывая некоторые проблемы с венерологическими заболеваниями в отдельных регионах. Компания «Мета-платформс», которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, изменила свою политику и заявила о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан Российской Федерации. Вместе с тем, Генпрокуратура, ФСБ и Роскомнадзор настаивали в суде на запрете деятельности «Мета». А я бы добавил, поздно пить нарзан, когда почки отказали. Сегодня Facebook и Instagram в России признаны экстремистскими организациями, а покупка рекламы в этих соцсетях может расцениваться как финансирование экстремизма. Точка. И еще два сообщения, которые совсем недавно появились на информационных лентах. Заявление МИД России. Россия отказывается от введения переговоров с Японией по мирному договору. Кроме того, в качестве ответа на японские санкции прекращает безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Еще одно. Правительством России также изучается вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов. Отказ от поставок урана из России может привести к критическим последствиям для американской атомной энергетики. Ну и новости нашего края. Ставропольцы продолжают помогать жителям Донбасса. Очередные 20 тонн гуманитарной помощи для них собрали в Пятигорске. Жители и предприниматели столицы округа загрузили уже четвертый автопоезд для нуждающихся. Суммарно это около 80 тонн гуманитарки. Тем временем российские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи по демилитаризации Украины. К сожалению, ни одна военная операция не обходится без потерь. Наш земляк, разведчик-пулеметчик Виктор Ларионов, уроженец села Нины, погиб при исполнении воинского долга. Виктору было 33 года, у него осталась жена и двое детей. Его семье будет оказана всесторонняя поддержка, заверил глава советского городского округа. Далее. Блок очередных фейков, коих сегодня в интернете огромное количество. А начать хочется вот с чего. Украинские нацисты обвиняют российскую армию во всех смертных грехах. Но вспоминая о том, что я рассказал в начале нашей сегодняшней передачи, понимаешь, насколько эти обвинения лживы и циничны. Итак, фейк. Украинские военные соблюдают Женевскую конвенцию. Все пленные получают медицинскую помощь, питание, за ними смотрят. Об этом говорят официальные лица страны и телеграм-каналы Украины. Правда. На фото и видео пленных солдат Вооруженных сил России заметны следы побоев. Часто кровь на одежде и синяки на лице. Головы людей заматывают скотчем. Родственников российских пленных угрозами призывают выходить на митинги. Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовые шантажи и запугивания. В частности, их принуждают под страхом избиения и физической осправы над военнопленными выходить на антивоенные митинги. Пишет уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Дальше. Фейк. Министерство обороны Украины сообщает, что Россия готовится задействовать спецоперации несовершеннолетних юноармейцев со ссылкой на пригаз Сергея Шойгу. Правда, Минобороны России не может отдавать приказов для организации каких-то мероприятий внутри движения юноармия. Отряды юноармии не находятся в структуре вооруженных сил и имеют привязку к регионам Российской Федерации, а не к военно-административным единицам вооруженных сил. Фейк. Информация о Сахаре уже просто доходит до абсурда. В России Сахар тайно вывозят на пассажирских поездах московского метро, пишут украинские телеграм-каналы. Правда, на видео обкатка нового поезда метрополитена, а в мешках обычный песок. Перед тем, как допустить работу поезда на линии с пассажирами, необходимо убедиться в его безопасности в условиях повышенной нагрузки. Мешки с кирпичом и с песком имитируют полную загрузку состава. Фейк. Россию могут отключить от GPS, в результате чего остановится логистика и работа смартфонов. Правда, отключение одной стороны от GPS невозможно технически. Система либо работает для всех, либо не работает. Поколения спутников, которые используются для обеспечения работы GPS, не имеют возможности отключения передатчиков над конкретной стороной. Кроме того, как отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, напрягаться из-за этого не стоит, так как смартфоны подключены к системе ГЛОНАСС, а она продолжит работать. А теперь вернемся к главной теме выпуска. Подавляющее большинство жителей нашей страны сходятся во мнении, что санкции дадут мощный толчок для развития промышленного потенциала России. Понятно, что сегодня многие отрасли экономики переживают стресс. Цены на продукцию резко взлетели вверх. Однако, по большей части, это желание заработать на кризисе. Замглавы Минпромторга Российской Федерации Виктор Евтухов на селекторном совещании с металлургами жестко потребовал снизить цену на продажу продукции внутри страны. Тем, кто не прислушается к рекомендациям, могут грозить масштабные проверки, уточнил чиновник. Мештепродукция металлургическая должна быть в стране по низким ценам. Никакие внешние рынки никого уже сегодня не волнуют и не интересуют. На внешний рынок продавайте по чем угодно. Но в стране должно быть в достаточном количестве для всех. Для социальных, не для социальных, для любых. Между тем, многие ставропольские предприятия уже достаточно давно работают в векторе импортозамещения. А возникающие проблемы, как отметили в Краевом Министерстве энергетики, промышленности и связи, решаются по мере их поступления. В целом, Ставрополь серьезных проблем не испытывает. Несмотря на определенные сложности в поставке сырья и материалов, Невиномысский радиоактивный завод продолжает свою работу и производить алюминиевые радиаторы российского производства. Все рабочие места сохранены. И более того, мы приглашаем квалифицированные кадры для работы на нашем предприятии. Спасибо. Конкретно для нас, для представителей легкой текстильной промышленности, Соответственно, это вышло в изменение коммерческих условий с нашими поставщиками, В изменении графика поставок. Мы на данный момент стабилизируем, скажем так, цены приобретения, Стабилизируем график поставок, согласовываем заново коммерческие условия, Учимся жить в новых реалиях, прорабатываем российских поставщиков. Российские поставщики, соответственно, позволят нам уйти полностью от сырья зарубежных производителей, Что подхлеснет своим экономику Российской Федерации в импортозамещение. В настоящее время министерство по поручению губернатора Ставропольского края, Владимирова Владимира Владимировича и правительства Ставропольского края, Продолжают работу со всеми тремя курируемыми отраслями. Энергетикой, промышленностью и связью. В области энергетики плановая работа продолжается. В настоящее время мы уже начали подготовку к очередному осенне-зимнему сезону. На предприятиях энергетики сформирован запас комплектующих и ремонтных материалов. Перебоев в подаче электричества и газа не ожидается. В отраслях промышленности наблюдаются определенные проблемы. Но мы работаем в этом направлении с каждым предприятием. Отрабатываем точечно. Пытаемся их решить. Продолжаем развитие нашего промышленного комплекса. В отрасли связи всеми операторами также сформирован запас комплектующих и материалов. Перебоев со связью не ожидаем. И тем не менее, главное сегодня для всех нас верить, что все получится. Верят ли обычные люди в то, что Россия сможет обратить западные санкции в пользу для себя? Что сегодня страна способна импортозаместить, а что все равно придется закупать? Об этом спрашивали жители Ставрополя. Ставрополя наш корреспондент Юрий Рассказов. Родился и жил и рос за железным занавесем и не чувствовал себя за этим занавесем абсолютно. Я думаю, если Россия напряжется, то она все может заменить. Детские смеси, памперсы, наверное, научатся делать. Я думаю, нет. Особенности медикамента и медикаментозные препараты абсолютно мы не справимся. Я думаю, в принципе, все можем заменить. И продукты, и товары, и электронику наладить делать. У нас есть способные люди. Почему нет? Она обязана заменить. Сколько можно и дураков слушать. Все было наше, все наше было. А теперь, что мы не можем, что мы недоношенные стали. Будем перебиваться, будем выращивать свои овощи, фрукты. Все у нас будет замечательно. Так что я надеюсь на лучшее. Даже вот взять наш Юг России, у нас очень много своего. Только вот, как я считаю, наша большая проблема, что мы даже всю свою продукцию куда-то экспортируем за границу. Но если переработать все и перевести на наш рынок, внутренний рынок, то я считаю, что можно перейти на наше. Я не специалист, я не знаю. Думаю, что Россия обязательно найдет какие-то аналоги. Но очень грустно, что многие люди остались без работы. И хотелось бы, конечно, чтобы люди, которые привыкли пользоваться теми или иными марками, могли бы ими пользоваться и дальше. Мы сами все выращиваем. У нас огромная производство, огромная страна. Мы сами все можем вытянуть. Так что санкции по барабану. Искусственный ажиотаж создают сами люди. Весь товар есть. Вот, допустим, сахара сейчас нет в магазинах. Это все люди сами делают. По факту и переплачивают тоже сами. Россия на все способна. Все может заменить. Вот такие мнения. Это все на сегодня. Завтра эксклюзивное интервью нашему каналу представителя одной из ставропольских сетей и магазинов. Почему в федеральных сетях сахара нет, а в ставропольских продукт в свободном доступе? Подключайтесь к обозрению в 20.00. И помните, мы готовы обсуждать в нашем проекте темы, которые сегодня особенно волнуют жителей Ставрополя. Присылайте свои предложения в телеграм по номеру 8 928 350 8070 с пометкой «Обозрение». Не забывайте о нашем сайте stv24.tv И подписывайтесь, конечно, на официальные аккаунты телеканала ВКонтакте и Одноклассниках. И ищите телеграмм «Ставропольскую телегу». Я с вами прощаюсь и напоминаю о том, что сила в правде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok